Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, четвертый сезон этого цикла, в котором мы говорим о странах Иберийского полуострова, Испании и Португалии. Мы уже рассмотрели два центра испанской реконкисты. Это Леон и Кастильо, во-первых, а во-вторых, это Навару. Этот выпуск и следующий будет посвящен третьему крестьянскому ареалу на Иберийском полуострове, который расположен на самом северо-востоке его. Это нынешняя Каталония. Рассматриваемое время сначала была испанская марка. Наиболее влиятельным графством ее была Барселона. Прежде чем перейти к новому выпуску, в очередной раз напоминаю вам, что идет война, война, которую развязала путинская Россия против Украины. Началась эта война еще в 2014 году с захвата Крыма и отдельных районов Донецка и Луганской областей. Сейчас с февраля 2022 года развязана полномасштабная война. Идут ракетные удары, идет наступление наземных войск. Конечно, это ужасно. Это приводит к огромным жертвам мирного населения, потому что, в первую очередь, путинская Россия воюет с мирным населением, а не с вооруженными силами. И в целях безопасности многие украинцы, в том числе я, покинули свои дома, находятся в других частях страны, в более безопасных. Также, если вы имеете возможность и желание подтверждать мою проекту, присоединяйтесь к сообществу на сайте Pateron.com и подписывайтесь на мой канал YouTube, в котором можно найти по моему имени Байлфахлоу. Итак, возвращаемся к нашему выпуску. Как и прочие земли Иберийского полуострова, территория будущей испанской марки была до восьмого века частью королевства Десткотов, которая постиралась и за Пирене, и на территорию нынешней Франции. В начале восьмого века мавры завоевали все эти земли, но их правление здесь оказалось не слишком длительным, особенно быстро. Они были отброшены как раз с запиренейских территорий после победы Карла Мартелла в Пуате. Особенно, когда начал править его сын Купин Короткий, франки начали теснить мавров, и к середине восьмого века они освободили Саптиманию. То есть, то, что у нас происходит на юге нынешней Франции, они дошли до Пиренеев, однако дальнейшее продвижение связано как раз с правлением уже сына Купина Короткого, знаменитого императора Карла Викарова. Ну, тогда он еще был королем, и тогда вот это знаменитое начало «Песни Орландия», «Король наш Карл», «Великий император», «Семь лет» провоевал в земле испанской, «Висит от горный край до моря» и «Санил» и так далее. Ну, это компания 70-х годов восьмого века. Не стоит воспринимать стихи, которые были сложены где-то в двенадцатом веке буквально. Я уже много раз говорил о «Песни Орландия», был специальный стрим отсылаю вас ко второму сезону, где был рассмотрен исторический контекст «Песни Орландии». В первом сезоне я говорил о том, что это за героический эпос и когда, по моему мнению, он был сложен. Вот это гораздо позже, конечно, правления Карла Великого. И вот подстану испанской в этих стихах, вероятно, имеется в виду как раз испанская марка. Но очевидно, что это не нынешняя Испания. И действительно, Карл Великий основал эту испанскую марку. Но это небольшая территория в Пиренеях. Действительно, горный край. И вот довольно легко отвоевали у мавров. Ну, дошли почти до Сарагоса. Сарагосу, конечно, не взяли, то есть уже на равнинную часть не продвинулись. Но, тем не менее, франки не останавливались над стих. Но там уже, конечно, Карл Великий там сам не воевал. Там воевал его сын Людовик, будущий император Людовик Благочестивый, потому что ему было отдано управление Аквитанией, то есть той частью Галлии, которая как раз граничила с Пиренеями. И по всей видимости, вот он-то неуклонно как раз проводил походы, может быть, практически каждый год, потому что вот в 785 год франки берут Херону, а до 808-811 года они уже подходят к Тарагоне и Тартосе, что гораздо южнее Барселоны. Саму Барселону франки взяли в 801 году. Как раз это связано с именем Людовика Благочестивого. На самом закате уже дней Карла Великого в 812 году в испанской марте было четыре графства. Это Руссильон, Амкуриас, Бессалу и Барселона. В 815 году упоминается графство Серданское, в 819 году упоминается графство Пальярское и Орхельское. При разделе Каролинской империи все эти графства вошли в состав Западно-Францкого Королевства, то есть предтечи нынешней Франции. Кто был первыми графами, я ничего сказать не могу. В Википедии там что-то приводится с 800 года, но это в общем-то не суть важна. Мы с первого сезона помним, что изначально графы это были королевские чиновники. Это было еще до феодальное время, потому что феодализм начал формироваться где-то в 60-70-е года 9-го века. И как раз на юге Западно-Францкого королевства появляется первое феодальное образование. И в это время на исторической сцене действуют такие знаменитые люди, могущественные, влиятельные. Многие из них стали родоначальниками феодальных династий. Ну это вот Бернард Годский, Бернард Плант-Вилю, Базон Вьенский, Роберт Сирийный, Рамнульф Аквитанский, ну и Рамнульф из Пуатье, и Раймунд Тулусский. Вот как раз Бернард Годский, то есть Маргарас, бывший из Годской провинции Септимания, также был графом Барселоны тогда. И наверное он был наиболее могущественным из вот этих первых феодалов. И даже считал он себя равным королю. Но остальные вот его соседи объединились против него и в восемьсот семьдесят восьмом году король Людовик II заик сместил Бернарда, а его обширные владения были перераспределены между другими графами. В их числе были и Барселона, и Русильон. И достались они соответственно двум братьям Вифреду и Мирону. Ну вы можете встретить имя Миро без последней буквы Н. Но если вы посмотрите на латинские источники, то есть вот эти ранние средневековые источники на латыни, то вы видите там букву Н, то есть это имя именно Мирон. Но Н она пропала, как во многих других именах. Ну например, Аттон стал Отто, Гугон стал Гуго, Гвидон стал Гвидо или Ги вообще во французском языке. Так что Мирон стал Миро. Но я буду называть так, как это было в латинском оригинале. Вифред Волосатый, граф Жероне, стал в восемьсот семьдесят восьмом году графом Барселоны и марграфом испанской марки. И это наш первый герой. С него начинается династия, которая владела Барселоной более пяти столетий, аж до года 1410 года. И считается, что дедом Вифреда был некий Вестгод Беллон или же Белло, который в семьсот девяностых годах был графом Каркасона. Но эта версия не является бесспортной, поэтому так это или не так точно нельзя сказать. Но что известно, это то, что Вифред Волосатый был назначен графом Барселоны в восемьсот семьдесят восьмом году, а в то время королевская власть умительно слабела. Вскоре Людовик Заика умрет, трон перейдет к двум его старшим сыновьям, Людовику и Карломану, которые очень недолго проправят, очень в юном возрасте они погибнут. И потом на трон западно-францкого королевства, знать севера Франции, изберет Эда Парижского. А Барселона станет де-факто независимым графством, потому что Вифред Волосатый был не очень в восторге, что законных королингов как бы сменил на престоле выскочка. Номинальная власть в Париже он может быть и признает, но на деле правит самостоятельно. В восемьсот девяносто седьмом году он погибает в сражении с мусульманами, а за год до того умирает и вот его брат Мирон, граф Руссельона, у которого не было сыновей и в итоге богатое наследие обоих братьев было разделено между сыновьями Вифреда Волосатого. Это Вифред второй, Мирон второй и Сунифред второй. У них еще был младший брат Суниарий или Сунье, которому в земли тогда не достались, но мы еще с ним встретимся. Но править в Барселоне начинает Вифред второй в восемьсот девяносто седьмом году и он вошел в историю под прусвищем Борель. Он получил в городском Барселоне Асона Жерона, Сунифреду достался Охель, а Мирону достался Сердань и Конфлан. Интересно, что Вифред второй вроде бы еще признавал себя вассалом короля западно-франциского королевства, но тут есть один нюанс. К тому времени Эд умер и на трон вернулся Каролинг, Карл Простоватый. И вот считается, что и Вифред первый, и Вифред второй, они признавали, что вот Каролинги – это законные короли. Поэтому, когда Карл Простоватый стал королем, то Вифред второй признал себя его вассалом и вроде бы он даже принес вассальную присягу, и это был последний граф Барселоны, который принес такую присягу. Умер Вифред второй в девятьсот одиннадцатом году и есть версия о том, что его отродили. Сыновей у него не было, главства отошли вот как раз самому младшему из братьев Сунярию, или же по-французски Сунье. Он конфликтовал со старшими братьями, особенно с Мироном вторым, который, естественно, как старший хотел, чтобы ему досталось Барселона. Ну, старший из тех, кто был жив на тот момент. И как бы то, что младшему отошла самая лакомая часть наследия отца, ну, это его как бы не очень было ему по нраву. Но, с другой стороны, вот Суняри имел неплохие отношения с эмиром, а затем халифом Абдар-Рахманом Третьим. Это не мешало ему вести войны с соседними мусульманами, но, впрочем, там была сложная ситуация. Но он расширил владение на юг. В итоге Тарагона стала ничейной землей между христианами и мусульманами, а Тартоса оплатила дань графу. В 947 году Суняри отрекся от престола. И Барселона, и Жирона, и Ассона стали править двое его сыновей, Баррель и Мирон. Братья между собой владели хорошо, правили вместе до 966 года, когда Мирон умер. И далее Баррель уже правил самостоятельно. Он продолжает поддерживать хорошее отношение с халифом Абдар-Рахманом Третьим. Но также завязывая до соседских отношений с феодалами Юга Франции, графом Тулузы, на дочери которого он женится, и герцогом Аквитании. В 962 году граф Баррель также вошел в союз с христианскими правителями Ибилийского полуострова, с королем Леона Санктием I Толстым и с королем Навара Гарсией I Санчесом. Ну а также с графом Кастилей Фердинандом. Они намеревались противостоять кордовскому халифату, но покипели поражения. Особенно сложным положение стало после того, как к власти в Кордове пришел знаменитый Аль-Мансур. Мы уже говорили о том, как он успешно воевал против Леона и Навары. Само существование королевства Леона в конце 10 века висело на волоске. И казалось, что далекая Барселона, она в лучшем положении. Она дальше и более безопасна. Но в 985 году Аль-Мансур во главе большого войска идет на Барселону, берет город, его полностью разоряет. Большинство жителей были угнаны в Кордову и проданы в рабство. А граф Боррель, он убежал в Севернее, в Жерону, просил помощи у короля Лотаря. Но в 985 год последние уже годы идут правления Каролингов. Уже Лотарю скоро умрет. Его сын там год проправит. И в 987 году сменится династия. На трон взойдет Гуго Капет. И вот Боррелю пришлось в 986 году, когда он не дождался помощи от франков, признать себя вассалом халифа Кордовы. А Гуго Капет вроде бы пытался там что-то организовать, какой-то поход на юг. Но как раз тогда Карл Лотаринский, наследник Каролингов, выступил как претендент на корону. И Гуго Капет отвлекается. Он борется с Карлом Лотаринским. Его уже не до Барселоны. И в итоге Боррель посчитал, что сеньор, то есть король как его сеньор, не выполнил свою часть обязательств в феодальном контракте. И поэтому разорвал узы феодальной зависимости с ним в 988 году. И с тех пор можно считать, что Барселона стала независимым графством. Хотя все же, я бы так не говорил, потому что франкские короли, короли Франции затем считали Барселону своим фиотом. И окончательно вот узы эти со стороны Франции разорвал только в 1258 году Ледовик Девятый Святой. О чем мы еще поговорим. Баррель же умер в 992 или 993 году. И графский престол отошел его сыну Раймунду Баррелю. Но здесь мы встречаем и в дальнейшем двойные имена. И можно заметить, что второе имя это имя отца. То есть как бы отчество. То есть наиболее важной задачей нового графства стало восстановление Барселоны после разрушительного набега Аль-Мансура. В принципе, еще в первое десятилетие XI века в Барселоне и его хели было неспокойно. Аль-Мансур умер в 1002 году, но еще были его преемники довольно влиятельные, которые продолжали теснить крестьян набегами где-то до 1008-1009 года. После чего в халифате началась междоусобная борьба и халифат, в общем-то, развалился. И тогда христиане смогли вздохнуть спокойно. Раймунд Баррель женился на Эрме Синде, дочери графа Каркасона. Пользуясь ослаблением натиска мавров, он, подобно деду, пытался расширять поведение на юг, осваивать ничейную зону между Барселоной и Тарагоной. Умер он 8 сентября 2017 года и наследовал ему его сын Беренгарий Раймунд I или Беренгард Рамон, как его называют по-испански. Он был еще несовершеннолетним в 2017 году и как раз его мать Армиссинда стала регентом. Лишь в 2023 году он еле-еле сумел вырвать власть, он уже совершеннолетний, но видимо мать его довольно властная женщина не хотела отдавать ему страну. Но тем не менее она все еще сохраняет большое влияние на принятие решений. Беренгарий Раймунд I был человеком невоинственным, наверное достаточно мягким, стремился жить мирно со всеми соседями, охотно принимал лидерство короля Навары с санктия третьего великого утрома, учитывающего короля, который стал самым влиятельным крестьянским владыкой Иберийского полуострова. Вроде бы даже Беренгарий Раймунд согласился признать себя его вассалом, но в то же время в одной из его харте упоминается король Генрих, а это король франков как раз, то есть король Франции впоследствии. И вроде бы как бы он помнит, что Барселона это фиот Франции. Ну умер граф довольно еще не старым человеком то ли в марте, то ли в мае 1035 года и предварительно он разделил владение между своими малолетними сыновьями. Его старшего сына звали Беренгарий Раймунд Первый. Прошу прощения, Раймунд Беренгарий Первый, то есть отец Беренгарий, а сын Раймунд, как в общем-то и его дед. То есть Раймунд Беренгарий Первый или же Рамон Беренгар Первый получает Барселону и верховную власть над братьями. Его затем прозвали Старым, но не в том смысле, что он на престол вступил еще юным, ему было 11 лет. Старым его прозвали в значении Старший, то есть он Старший над братьями. Братьям было и того меньше соответственно и власть как раз осуществляла их бабка Тармесинга. Но в 1041 году юный Раймунд Беренгарий, он уже совершеннолетний, он выступает против нее, типа я уже хочу править сам. Привлек к себе знать Каполонии, вынудил Рамон Синду отдать ему власть и дальше отобрал еще и деньги у младших братьев постепенно. Видимо Раймунд Беренгарий был человеком довольно воинственным и предприимчивым. Он начал теснить мусульман, вынудил эмира Сарагоса платить дам Барселон. Пользуясь этим, равно как и плодами экономического подъема Каполонии в середине XIX века граф начал скупать феоды на юге Франции. Особенно ему повезло с Каркасоном, где пресеклась мужская линия графов, а наследница этого графства боялась соседнего графа Фуа, который мог отобрать у нее Каркасон и предпочла продать свои права Раймунду Беренгарию. В 1953 году Раймунд Беренгарий похитил из Каркасон и жену графа Тулузы, который звали Альмодис и с силой взял ее замуж. Этому, конечно, возмутились все, особенно папа Римский, который там отлучил их от церкви. Но граф не перестал жить вот с этой своей новой женой. Она ему родила двух сыновей, но у него был еще сын от первого брака. И вот этот его старший сын Петр в 1071 году отравил, по-моему, ну убил, в любом случае убил мачеху. Почему? Потому что он опасался, что она вынудит отца передать престол в обход его младшим братьям, ее детям. Но это не помогло, потому что за убийство Петр был отлучен от церкви, изгнан из королевства, а в 1073 году папа Григорий 7 приказал казнить этого Петра. Да, интересно, кстати, что Альмодис была замужем три раза. То есть это был ее третий брак, ее первый брак был с графом Лузиньяном, второй брак с графом Тулуза, третий брак с графом Барселона. И три ее сына от трех разных браков отправились в первый крестовый поход. Это Гугод Лузиньян от первого брака, это граф Тулуза Раймунд IV от второго брака и граф Барселоны Берингарий Раймунд II от третьего брака. Ну а в правлении Раймунда Берингария I была проведена еще одна важная реформа, это кодификация правовых обычаев в Каталонии. Издан кодекс Lex Usuraria, что по латыни в общем-то и значит обычный закон. И этот кодекс содержал нормы феодального права, которые регламентировали отношения графа Иоваса. То, что мы видим и в Кутюмах во Франции. Умер Раймунд Берингарий I 26 мая 1076 года и на трон зашли братья-близнецы. Его сыновья вот как раз от Альбонис. Берингарий Раймунд II и Раймунд Берингарий II. Ну они должны были править по очереди. Шесть месяцев один, шесть месяцев другой. Ну а что-то пошло не так. Они между собой конфликтовали. В 1882 году в Барселону прибыл Сид и предложил братьям свои услуги. Но они им пренебрегли. Тогда Сид отправился к эмиру Сарагосы и поступил к нему на службу и разбил в том же году войско Берингария Раймунда II. Попал даже граф в плен. Но второй брат остался в Барселоне. А в конце того же 1982 года Берингарий Раймунд II вернулся в Барселону. Они с братом отправились на охоту и на ней Раймунд Берингарий II погиб. И поэтому посчитали, что его убил Берингарий Раймунд II. И его прозвали за это братоубийцей. Хотя конечно не очень понятно убил брат брата или там какое-то другое произошло. В 1996 году король Леона и Кастиль Альфон VI пошел на Берингария Раймунда II войной под предлогом того, что тот братаубийца и его нужно покарать. И для установления истины был устроен судебный поединок. Берингарий Раймунд II судебный поединок проиграл, был вынужден отречься от престола и в качестве наказания отправиться как раз в первый крестовый поход. И вот в ходе этого первого крестового похода он умер. А в 1097 году графство отошло его племяннику и сыну соответственно убитого его брата Раймунда Берингария II. Этого сына звали так же как и отец. Соответственно он Раймунд Берингарий III. Его впоследствии прозвали Великий. Первым браком он был женат на дочери Сида. А третий его брак в 1112 году был с Дульсой первой наследницей графства Прованс. И соответственно это богатое графство на юге тогдашнего королевства Арилот отошло барселомскому дому. И кроме того он сам наследовал несколько графств в Каталонии. Таким образом он распространил власть почти на всю ее территорию кроме графств Урхель и Перолада. Но только графство Перолада к концу 12 века продолжало независимое существование. Все остальные графства в испанской марке отошли под власть графа Барселона. Также Раймунд Берингарий III заключает союз с городом Пиза в Италии. Вы знаете этот город где Пизанская башня знаменитая. Сейчас это город сухопутный, но на то время это была морская республика. Пиза была третьей влиятельной морской державой после Венеции и Генуи. И мощный флот Пизы позволил высадить войска графа Барселоны на Майорке. Но тогда это был еще просто набег. Это уже впоследствии Майорка отойдет под власть графов, а затем и королей Арагона. Но тогда же в союзе с Пизанцами Раймунд Берингарий III совершает набеги на мусульманские города Толоса и Валенсия. Это тоже набеги. Он не завоевывает эти города. Но тем не менее успешно воевал с альмарабинами и их громил в 1114-115 годах. В конце жизни в 1131 году Раймунд Берингарий III вступает в орден тамплиеров и предварительно разделил свои земли и земли жены. Прованс достался их второму сыну Берингарию Раймунду, а Барселона и прочие владения в Каталонии старшему сыну Раймунду Берингарию IV. Но сразу скажу, что Провансальской ветви этого дома не очень повезло, потому что Берингарий и Раймунд грав Прованса в 1144 году был убит стрелой из арбалета в стычке с генуэзцами. А через 22 года в 1166 году его сын и наследник Раймунд Берингарий, граф Прованса, был смертельно ранен, тоже стрелой из арбалета и тоже он получил ее от генуэзцы. Вот как-то так вот все у них не складывалось. А наследница его стала Дульса II, тоже историческая параллель, была Дульса I наследница еще вот древних графов Прованса, прабабка. Потом наследницей стала ее правнучка Дульса II и тоже по женской линии Прованс передала в качестве приданного. Но теперь вернемся к Барселоне. С 1131 года там стал править юный Раймунд Берингарий IV, а в 1134 году развозился кризис пристала наследия в Арагоне, о котором мы говорили в прошлом выпуске. В итоге мы знаем, что на трон Арагона зашел Ранимир II монах или Ранимир II, и он не очень хотел править. У него родилась дочь в 1136 году, а в 1137 году до этого новорожденную фактически дочь Петра Нилу выдали за графа Барселоны Раймунд Берингария IV. Его назначили регентом при вот младенце жене, а Ранимир II отрекся от коронавости. Таким образом, хотя формально брак оформили в 1150 году, когда Петра Ниле исполнилось 14 лет, но суть в том, что с 1137 года Барселона и Арагон пребывают в личной унии. Вот это то, что позволило создать Арагонскую корону мощнейшую. То есть Раймунд Берингарий IV фактически правит и там, и там, хотя формально еще, конечно, это личная уния в Арагоне королевы Петра Нилу. Кроме того, после гибели брата в 1144 году он становится регентом и в Провансе, там, где его малорегий племянник наследен. И он, кстати, Раймунд Берингарий IV много воюет и в Испании, главным образом против мусульман, и не всегда успешно. То есть он терпит изначально поражение в 1134 году, но затем он отвоевывает утраченные земли, берет Тартосу даже в 1148 году и Лериду в 1149 году. И в итоге все земли к северу от реки Эбра переходят в руки христиан. Это довольно существенный успех реконкисты с северо-востока. Главным союзником с 1140 года становится король Кастилия Альфонс VII. И вот это как раз союз, долгосрочный союз Арагона и Кастилии, который направлен не только против мусульман, но и против лежачей между ними Навара. И мы знаем, что в итоге вот Навара, конечно, сошла с исторической сцены. Но не менее активно Раймунд Берингарий IV действует и в Провансе. Он помогает сначала брату, а после его гибели племяннику, потому что против них выступают могущественные графы. Это и Тулуза, и Фуа, и Арль, и Генуэсс в союзе с ними, потому что они хотят посадить на трон графа Прованса своего человека. И вот брат Раймунда Берингария погибает в 1144 году, но Прованс удалось сохранить за дом графом Барселоны, за его племянником. Окончательно признание этих прав Раймунда Берингария IV добивается у нового императора Фридриха Барбароссы в 1162 году. Он с ним встречается в Турине, потом едет обратно, и 6 августа того же года в пути он умирает. Ну а дальше у нас идет уже история Арагонской короны. О ней мы поговорим в следующий раз. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к сообществу на сайте patron.patreon.com.kso.klo.v Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Велхохлоп. И до новых встреч. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...